Почти 15 тысяч потомков белых колонизаторов ЮАР задумывались о переселении в Россию. Они готовы внести свой вклад в развитие фермерства на юге нашей страны, инвестировать свои капиталы в экономику и преподавать английский язык. На первом этапе хотят переехать до 30 семей с предложением открыть миграционный канал. В Ставрополь прибыла делегация южноафриканских буров. Репортаж Андрея Чистякова. Ставрополь встретил гостей хлебом нового урожая. Пшеничный сноб юга России явно удивил иностранцев. Вкус радушного приема оказался приятным для африканских южан. Себя они называют земледельцами и исследователями. Это одна семья представителей бурской народности, правнуки голландских крестьян, которые заселяли Пятый континент две сотни лет назад. Нынешним жителям провинции Оранжевое Свободное Государство становится неуютно в ЮАР. Земельный вопрос всерьез рассорил местное население. Вопрос жизни и смерти. Совершаются нападения и дошло до того, что политики стали подогревать волну насилия. Приехать и даже переехать именно на Ставрополье эти африканцы решили после благополучной миграции сюда немецкой семьи. Прошлой зимой беглецы от европейских ценностей обрели второй дом на юге нашей страны. Их заразительный пример определенно вдохновил и Буров. Видит, что здесь умеренный климат и просто край создан богом для сельского хозяйства. И это очень привлекает. В край переселенцы готовы приехать не с пустыми руками, только семьями. Заниматься планируют сельским хозяйством, строить общины, словно терские казаки, в рассказах об истории которых гости нашли много общего. С освоением Африки своими голландскими прощурами. Это какая-то греганка для лошадей? Нет. Землю предполагают арендовать. Для этого каждая семья будущих эмигрантов готова привезти до сотни тысяч долларов собственных средств. Братьев по вере христиан приняли в кафедральном соборе Ставрополя. Гости пожелали увидеть исключительно православный храм и пообщаться с местным духовенством. С матрины края гостями из Южной Африки продлятся еще несколько дней. Затем они планируют заглянуть к соседям в Карачаево-Черкесии. И только потом долгая дорога домой, обсуждение увиденного и принятие непростого решения о переезде. О нем они обещали известить письмом. Андрей Чистяков, Евгений Радаев, Вести Ставрополя.